Смотрите сегодня в программе! Майлстром унаследовал от периметра терраформинг, тотально разрушаемое окружение и трансформацию юнитов. А вот на место очень сложного сюжета пришла вполне привычная антиутопическая история. Суприм Коммандер. Очень скоростная игра, такой своеобразный симулятор принятия быстрых и по возможности элегантных решений. Резидент Эвил 4. Геймплейно игра связана со своими Резидент Эвил родственниками не больше, чем сюжетно. Вместо неторопливого, сюрвайвл-коррор-геймплея, скоростной экшен высшего класса. Восхождение на трон. Разработчики приготовили множество самых разных и довольно интересных заданий. В целом играть можно, но, мягко говоря, ничего экстраординарного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет всем геймерам и геймершам страны! Вторых, с прошедшим праздничком! Ваши вопросы для меня самые приятные. Кстати, для тех, кто еще не знает, меня зовут Борик. И это факт, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Майлстром – это стратегия в реальном времени, которая создается на доработанном движке периметра. Западным издателем снова выступили англичане из Кодмастерс. Причем об их участии в создании было заявлено прямо в анонсе. Ах да, еще Майлстром дословно переводится как водоворот или вихрь. В общем, смотрите и все поймете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От периметра Майлстром унаследовал терраформинг, тотально разрушаемое окружение и трансформацию юнитов. А вот на место очень сложного сюжета пришла вполне привычная антиутопическая история. На дворе 2040 год. Планета опустошена многолетними войнами и глобальными экологическими катастрофами. В борьбе за выживание скликснулись две коалиции. Вооруженный силой могущественной корпорации Ascension Industries и армия повстанцев The Remnants. В Майлстром будет использован движок Vista Engine, который может похвастаться полностью разрушаемым окружением, высочайшим уровнем детализации и даже такой оригинальной вещью, как честные расчеты поведения жидкости. В их числе не только вода, но и, например, лава. Последние будут взаимодействовать как с ландшафтом, так и с объектами, разрушая или перенося их по течению. От вашего компьютера игра потребует процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске Майлсторм займет 2,2 ГБ. Всех нас, конечно, волнует главный вопрос — как играется в Майлсторм? Отвечаем. Геймплей напоминает контрастный душ. В один момент игрока за волосы не оттащить от компьютера, а потом появляется какое-то отупляющее изумление. Раса развивается по классической схеме, строится база, налаживается производство ресурсов и вперед. Но разочарование длится недолго. Герои в Майлсторм обладают функцией прямого управления. То есть вы можете взять своего главного персонажа и, нажав на соответствующую кнопку, превратить игру в экшен от третьего лица. Четверка с геймплей. Визуально Майлсторм выглядит неоднозначно. Взрывы и спецэффекты никаких нареканий не вызывают. Но вот перемещение юнита в пространстве выглядит очень странно. Но положение спасают возможности виста-энджин, моделирование погодных эффектов, смена времени суток, а также снег и дождь, которые взаимодействуют с ветром, водой и игровыми объектами. В итоге 4 балла за графику. Звуковые эффекты Майлсторма не вызывают особых нареканий. Даже с закрытыми глазами не составит труда угадать, какой расой вы управляете. И в каком месте на карте идут ожесточенные бои. Каждый юнит обучен нескольким фразам, и время от времени даже создается впечатление, что под вашим командованием находятся реальные живые существа. Пятерка за звук. Как любая полноценная стратегия, Майлсторм поддерживает большой набор многопользовательских режимов, в котором доступны все три расы. В общем, несмотря на явные заимствования, игра получилась очень неплохой. На твердую четверку. Российские разработчики из КДВ Геймс умеют удивлять. Майлсторм очень неординарная стратегия, и поиграть в нее стоит хотя бы ради общего развития. До периметра проект, конечно, не дотягивает, но зато обещает стать куда более массовым. Поэтому наши советы, я уверен, пригодятся многим. Вопрос. Расскажите подробнее о терраформинге. Чем отличается того, что было в периметре? Отвечаем. В отличие от периметра, вам не нужно будет равнять территорию под базу. В Майлсторме здания автоматически выравнивают территорию под собой на нужном уровне. Искусственный же терраформинг важен там, где нужно воздействовать на воду или на ветер. Вода растекается по ложбинам, и ветер огибает ландшафтные препятствия. Это нужно учитывать, когда собираешься копать рвы или насыпать горки. Вопрос. Я слышал, что в игре можно плавать под водой. Как это осуществить? Нигде нет ничего похожего на субмарину. Отвечаем. Подводных лодок в Майлсторме нет, но многие юниты умеют плавать как по воде, так и под водой. Вопрос. А влияет ли ветер настроение и вообще как он влияет на войска? Отвечаем. У разработчиков была идея ускорять или замедлять движение юнитов в зависимости от направления ветра. Но в итоге оказалось, что это слишком сильно сказывается на динамике игрового процесса. Однако остались торнадо с их серьезной разрушительной силой. Прежде чем начать рассказ о следующей игре, дам совет. Главное при знакомстве с Supreme Commander крепко стиснуть зубы и перетерпеть первую пару часов. В эти самые вот часы игра, которая, между прочим, позиционировалась как одна из самых ожидаемых стратегий 2007-го, будет выглядеть жалкой попыткой скомпилировать чужой РТС-опыт. Чуточку оправдывает Gas Powered Games только одна подача сюжета. История во всех трех компаниях Supreme Commander развивается быстро, динамично и временами даже преподносит сюрпризы. Если вы вообще не в курсе, что собой представляет Supreme Commander, то вот вам основные тезисы. Итак, это первый за 10 лет РТС-проект Криса Тейлора. Человека, который когда-то поставил на уши весь жанр. Это прямой приемник Total Annihilation. А если короче, то игра про то, как в далеком будущем в далекой-далекой галактике армии гигантских человекоподобных роботов ходят по поверхности экзотических планет и жарят друг друга лазерами. Supreme Commander — очень скоростная игра. Такой своеобразный симулятор принятия быстрых и по возможности элегантных решений. Игра поступила в продажу 16 февраля 2007-го года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео. А также 8 ГБ на жестком диске. Одна из главных фишек игры — так называемый двойной стратегический тактический геймплей. То есть Supreme Commander и стратегии в любой момент по желанию игрока спокойно превращаются в тактику и наоборот. Еще секунду назад вы открывали туман войны, раздавали приказы инженерам и обустраивали редуты на линии фронта. А сейчас уже ползаете где-то над землей и чуть ли не самолично ведете в бой отряды по 6-5 юнитов. При этом размер некоторых карт в игре достигает 10 тысяч квадратных километров. А это, сами понимаете, масштаб значительно больше, чем тот, к которому мы привыкли в современных РТС. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Supreme Commander поражает не сам масштаб, а то, с какой легкостью он меняется. Всего одним движением выше вы можете поднять игровую камеру с 10 метров над уровнем пыли до таких высот, на которых красивые трехмерные модельки юнитов заменятся условными обозначениями — квадратиками, треугольниками и тому подобным. За графику мы ставим также 5 баллов. Нельзя сказать, что в этой игре какая-то уж совсем сногсшибательная графика. Но в Supreme Commander есть вещи не менее важные, чем технологии — стиль, шарм и простое человеческое обаяние. А звуковое сопровождение просто на высоте. Такое ощущение, что каждый юнит шумит сам за себя и услышать их можно на очень большом расстоянии. За звук мы ставим целых 5 баллов. Успех в Supreme Commander определяется не количеством и прокаченностью войск, а умением действовать как в стратегическом, так и в тактическом масштабе. Максимально уменьшив карту, мы раздаем глобальные приказы. И наоборот, при максимальном увеличении мы играем чуть ли не в тактику с уровнем проработки не ниже, чем в серии Total War. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Вообще, Supreme Commander — очень наглядный представитель массовой стратегии, доступный, наверное, любому человеку. Эта игра проста в освоении, в ней очень логичный, ничуть не мудрёный геймплей и потрясающе зрелищные бои. Ничего сложного и замысловатого, но игра, тем не менее, интересна. И наверняка у вас есть много вопросов по игре. Именно на них мы сейчас и ответим. Первый вопрос. Я застрял на второй миссии, мне нужно доставить немного танков и другой техники для эскорта. Я туда всю армию привёл и полтора часа мучаюсь, а чувак с базы требует ещё войск. Что мне делать? Отвечаем. Помимо танков надо прислать и другие виды войск. Собери армию с различными видами техники. Следующий вопрос. Какое максимальное количество юнитов на карте? Отвечаем. Ограничение сделали на отметке 1000 единиц. Возможно, это связано с производительностью современных компьютеров. Следующий вопрос. Как можно крутить камеру? Я имею в виду угол обзора. Отвечаем. С нажатым пробелом можно крутить как угодно. Следующий вопрос. Как можно дозаправить и отремонтировать самолёты? Отвечаем. Для этого нужно построить станцию заправки и ремонта. Доступно на втором уровне технологий. И последний вопрос. Подскажите, как можно менять построение войск? Отвечаем. Для этого надо зажать правую кнопку мыши и щёлкать левой, перебирая варианты. Смотрите во второй части программы! Resident Evil 4! Геймплейная игра связана со своими Resident Evil родственниками не больше, чем сюжетно. Вместо неторопливого, сурвайвл, хоррор геймплея, скоростной экшен высшего класса. Восхождение на трон! Разработчики приготовили множество самых разных и довольно интересных заданий. В целом играть можно, но, мягко говоря, ничего экстраординарного. Смотрите во второй части программы! Восхождение на трон! Разработчики приготовили множество самых разных и довольно интересных заданий. В целом играть можно, но, мягко говоря, ничего экстраординарного. Resident Evil 4! Геймплейная игра связана со своими Resident Evil родственниками не больше, чем сюжетно. Вместо неторопливого, сурвайвл, хоррор геймплея, скоростной экшен высшего класса. Вы будете смеяться, но восхождение на трон по духу и сути ближе всего находится к древней King's Bounty. Под вашим контролем оказывается герой, который может идти куда только душе угодно. Дело в том, что игра не разделена на миссии или уровни, а весь мир и доступные для изучения локации загружаются разом. Увы, но за эту страсть создателей гиганта мании расплачивается игрок, который, ежели хочет поиграть без тормозов, должен обладать весьма некислым компьютером. Но давайте по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чистом поле неизвестной страны, где вас никто не знает и, что неудивительно, вы тоже не знаете никого. В кармане жалкая горсть золотых, в душе жажда мести. В голове одна мысль — вернуть захваченный трон. Предстоит долгий тернистый путь, пройти который сможет только настоящий герой. Именно с такой вот леденящей душу истории и начинается новая игра от украинских разработчиков из DVS «Восхождение на трон», которая 26 января этого года появилась на прилавках всех магазинов. Запускать игру рекомендуется на следующей конфигурации. Процессор с частотой 3,5 ГГц, гигабайт оперативный и 256 мегабайт видеопамяти. На жёстком диске «Восхождение на трон» займёт 3 гигабайта. Поначалу вам доступны в качестве наёмников лишь пара десятков криворуких крестьян, вооружённых виллами и полуголый главный герой, который возглавляет эту рать. Поэтому даже обзаведясь арами, сразу же на рожон лезть не стоит, а лучше заняться чем-нибудь полезным, побродить по деревне и взять пару заданий, за выполнение которых вас наградят не только деньгами, но и ценными предметами. Отметим, что разработчики приготовили множество самых разных и довольно интересных заданий. В целом играть интересно, но, мягко говоря, ничего экстраординарного. Четвёрка с геймплей. Художники-дизайнеры выложились на все 200%, создав сотни действительно непохожих одна на другую локации. К примеру, поселение гномов заметно отличается от деревеньки людей. Каждая постройка и каждый юнит «Восхождение на трон» обладают характерными, приметами той или иной расы. Если у людей опрятные избушки и величественные замки, то в землях варваров мы встретим грубо сложные каменные дома. Пятёрка за внешний вид. Озвучка персонажей порадует любого. Каждая раса имеет свои уникальные голосовые особенности. Окружающий игровой мир также не безмолвствует. Можно услышать птиц или как плечется вода в озере. Одним словом, за погружение в игровое пространство можете не беспокоиться. Звук «Восхождения на трон» можно оценить только на «Отлично». Единственное, что сильно портит впечатление от этой игры — отсутствие какой-либо тактики во время сражений. Совершенно непонятно, почему разработчики не воспользовались хотя бы стандартной схемой героев меча и магии. В итоге, несмотря на отличный внешний вид, игра получает четвёрку. Знаете, есть игры, в которых чувствуется добрая, заботливая рука разработчика, а не толстый кошелёк издателя и вечно поджимающие сроки. «Восхождение на трон» к счастью относится к первой категории. Игрушка сделана добротно и со знанием дела. А чтобы игровой процесс не омрачали некоторые сложные моменты, мы сейчас ответим на самые часто задаваемые вами вопросы. «Вопрос. Я никак не могу получить меч и дерусь со всеми только кулаками. Что мне делать?» «Отвечаем. Вам надо поработать на местного кузнеца. Но запаситесь терпением. Более-менее приличный клинок кузнец выкует только после того, как в конец замучит экс-короля заданиями». «Вопрос. Какую сюжетную роль играет Хельга, воительница, присоединяющаяся в начале игры? А то я её берегу-берегу, а уж очень на мазонку похоже, а как воин она не очень. Так что мне с ней делать?» «Отвечаем. Она влияет только на квест месть за месть и всё. Чародейка Кира только на квест освобождения и спровождения домой. А так от одиночных персонажей особой пользы нет. Если они только не квестовые, тогда их хранить надо». «Вопрос. Как правильно качать воина? Вроде качаю жизнь и силу, а он в одиночку никого победить не может. И ещё. Где же всё-таки брать доспехи, кроме квеста от кузнеца?» «Отвечаем. Качайся в мага. Это развитие без конкуренции. В дальнейшем будешь девятерых мгновением руки валить. Доспехи в основном дарят по прохождении квестов. Когда доспех получишь, сразу беги с игру довалить. А если будешь играть магом, поначалу сразу всё бросай в силу магии, а потом постепенно распределяй между жизнью и силой магии». Японцы вообще, и сотрудники японских игровых компаний в частности, обладают каким-то совершенно особым мышлением. Имея в активе множество потрясающих игр, они не хотят переносить их на персоналки. Вторую по популярности игровую платформу после PlayStation 2. А ежели что-то и портируется, то портируется это так, что на результат обычно без слёз глядеть невозможно. В скорбанном списке уже числится серия Metal Gear Solid, Animusha и Devil May Cry 3. А теперь к ним присоединяется и Resident Evil 4, одна из лучших консольных игр недавнего времени. Resident Evil 4 – долгострои ещё тот. За пять лет разработчики игру переделывали почистую несколько раз. Были даже сомнения, выйдет ли она вообще. Если учесть ещё и то, что Capcom позиционировала Resident Evil 4 как эксклюзив для полухудой приставки GameCube, то проект можно было вообще не принимать в расчёт. После таких измывательств от игры обычно остаётся рожки до ножки. Игра с лёгкостью взобралась на самую вершину журналистского топа GameRankings.com, продалась нешуточным тиражом, а после стечения эксклюзивного договора с Nintendo была портирована на PlayStation 2 и продолжила своё победоносное шествие по планете. Собственно, кроме Resident Evil 4, игр такого уровня в том году было только две. Это God of War для PlayStation 2 и наш ненаглядный Фаренгейт. Игра поступила в продажу 12 февраля 2007 года. Локализацией в России занимается компания «Новый диск». Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 7 ГБ на жёстком диске. И очень рекомендуем приобрести геймпад. Геймплейная игра связана со своими Resident Evil родственниками не больше, чем сюжетно. Вместо неторопливого сурвайвл-хоррор геймплея — скоростной экшен высшего класса. Основное оружие — пистолет, а всё остальное — автомат, снайперская винтовка, РПГ — используются лишь по праздникам. А если главного героя взяли за жабры, начинается мини-игра изнасилы рукоятку геймпада. Что касается баланса, то он выверен филигранно. Патронов хватает ровно настолько, чтобы добежать до очередной нычки. Благодаря зональной системе повреждений врагов можно ранить в ноги. Наша оценка геймплея — 4 балла. Персоналки не позволяют полностью погрузиться в ощущения от игрового процесса. Одна из причин заниженной оценки геймплея — графика. Ужасные текстуры даже при разрешении 1280 на 1024. А именно в этой игре картинка должна быть одним из главных элементов. Так и было на консолях, но в PC-версии отсутствуют тени и динамическое освещение. Не хватает полигонов в моделях, а устрашающий мрак сменился на пасмурную погоду. 3 балла за графику. Наш совет вам. Если не хотите портить впечатление от действительно хорошей игры, в Resident Evil 4 лучше играть на консоли. И графика будет отменной, и управление удобное. А игровой процесс затянет не на один день. Наша общая оценка игры для PC-версии — 4 балла. Resident Evil 4 — безусловная игра, выдающаяся. Но испортить её неуклюжим портированием проще простого. Для этого нужно всего ничего — оставить баланс и управление, как есть, не подгоняя под стандарты PC. Как подсказывает опыт двух частей Анимуша и Devil May Cry 3, Capcom на такое вполне способна. Тем не менее, недооценивать такое событие никак нельзя. Всё-таки Resident Evil не заглядывал в наши края без малого 7 лет. И сейчас мы, как всегда, ответим на ваши вопросы по прохождению и дадим полезные советы. Первый вопрос. А подскажите, а как пройти заставку с катящимся камнем? Отвечаем. Надо использовать левый и правый шифт. Следующий вопрос. Не понимаю, а мышью в игре пользоваться вообще можно? Отвечаем. В игре не предусмотрено управление мышью, но зато есть программа, которая позволяет играть с мышью. Если не знаете, где взять эту программу, учитесь пользоваться поисковыми системами. В будущем это вам очень пригодится. А ещё нам показалось, что при использовании мыши врагов слишком легко убивать. Теперь маленький совет. Если вам нужно срочно делать ноги от кучи зомби, нажмите комбинацию Ctrl плюс S. Тогда Леон резко развернётся, и дальше всё будет зависеть только от вас. Следующий вопрос. Что даёт уничтожение 15-ти с них побрякушек? Отвечаем. Надо расстрелять 10 пурпурных медальонов и зайти к торговцу. Он даст бесплатный пистолет. Заходим в меню оружия и покупаем его за 0 монет. Следующий вопрос. Что нужно делать в клаве 2-3, когда на меня наезжает грузовик? Отвечаем. Надо стрелять в грузовик, а конкретно в стекло и радиатор. На сегодня это всё. Заходите в форум на сайте moustv.ru. Я и там общаюсь с вами. Меня зовут Борик, и это был Фак. Мы ответили на ваши вопросы, задавайте ещё, и тогда мы снова увидимся через неделю. Без вас нет нас. Пока.